Если ты не против, мы помолимся краткой молитвой, благословим Слово. Аминь. Отец Небесный, я славлю тебя в этот воскресный день, прославляю тебя, величаю тебя. Ты здесь, на этом месте, мы прославляем тебя, Дух Святой. Я молю тебя, благослови каждого брата, каждую сестру, которая находится прямо сейчас в этом здании. Особенно я молю тебя за те сердца, которые находятся впервые здесь, на этом служении. Я молю тебя, Дух Святой, касайся их сердец, касайся их разума. Также мы молим тебя, Господи, благослови детей, которые находятся сейчас в воскресной школе. Пусть помазание твое будет на них сегодня. Я молю тебя, благослови каждого преподавателя, который сегодня несет служение для наших детей. Мы благодарны тебе. Благословляем это служение. Я молю тебя, Дух Святой, не покидай. Не покидай нас, меняй наши жизни через Слово Твое. Пусть оно касается нашей жизни. Мы славим тебя и превозносим в этот воскресный день. Воздаем тебе всю славу Отцу, Сыну и Духу Святому. И народ Божий сказал, и народ Божий сказал, Аллилуйя, воздай Господу славу, он достоин. Аминь. Поэтому мы живем в стране в очень интересное, в очень сложное время, с одной стороны. Но не совсем мирное время, аминь. Но, с другой стороны, мы живем в такое время, где наше общество просто нереально нуждается в спасении. Аминь. Просто нереально и у нас уникально возможно то, что происходит в нашей стране. То, что есть у нас все равно свобода. Аминь. Потому что вот в этом году мы с моим братом младшим, у меня есть брат младший, тоже служит, лидер православления, побывали в такой стране, как Казахстан. Может, кто-то слышал, есть такая страна. И мы увидели там столько всяких вещей интересных, с другой стороны, таких печальных, как сложно служить. И я приехал домой, у меня целая проповедь родилась о свободе, которая есть в нашей стране. И они на нас смотрят, как бы, как там говорят, с белой завистью. Потому что все движение, которое происходит на постсоветском пространстве, происходит в основном на Украине. Если, может быть, не в курсе, то, братья и сестры, у нас очень все хорошо. И я верю, что Господь с нас очень много спросит, если мы ничего не будем делать. Аминь. Поэтому, может быть, ты сидишь или давно засиделся. Брат и сестра, время распространяет Царство Божие по нашей стране. Аминь. По нашим городам, по нашим селам, нашим районам. Это благоприятное время. Скажи соседу своему, сегодня благоприятное время для того, чтобы прославлять Иисуса. Я хотел бы говорить на такую тему. Живой храм. Помни соседу, скажи, живой храм. Можешь повернуть другому соседу и сказать, ты и я, мы храм Божий. Если ты принес с собой свою Библию. Есть такие, кто приносит с собой Священное Писание? Аминь. Кто носит в мобильных телефонах, вы можете открывать вместе с нами. Я хотел бы, чтобы мы открыли такое место. Первая Петра, вторая глава. Вторая глава, с 4 по 5 стих. И если ты уже открыл вместе со мной, тогда скажи, аминь. Не все открыли. Аминь. Есть, да? Первая Петра, вторая глава. С 4 по 5 стихи. И мы будем читать. Кто готов слушать Слово Божие сегодня? Аминь. Приступая к Нему, камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному, драгоценному. И сами, как живые камни. Скажи, живые камни. Устрояйте из себя дом духовный, священство святое. Чтобы приносить, скажи, духовные жертвы, благоприятные Богу, Иисусом Христом. Начиная говорить о храме, мы помним, немножко заглянув в историю, мы помним такой период, когда был такой царь Давид. Мы вчера на релоуде, на библейской школе говорили о том, что Давиду посвящено очень много глав. Он занимает второе место после Иисуса Христа. Да, Иисусу Христу все посвящено, все благодаря, через Иисуса Христа все. Но Давиду посвящено, он упоминается в 66 главах священного писания. Муж по сердцу Бога, ничего не сделаешь. Профессиональный, как мы говорим, профессиональный убийца, профессиональный киллер и воин. С другой стороны, сердце настолько приковано Господу к его присутствии, что он поклоняется. Господь никак не может это проигнорировать, это нравится Господу. С другой стороны, если мы будем говорить о храме, у Давида было сильно большое желание построить храм. Аминь. Сильно большое желание, но Господь его не допустил. И я вижу в этом очень важные детали. О том, что для Господа очень важна чистота, состояние сердца. И как вы знаете по истории, что храм строил Соломон. Это было самое прекрасное время для государства Израиля. Если мы читаем, это было перемирие. У Израиля действительно был самый потрясающий момент. Это самый пик экономики во время правления царя Соломона. Пик мудрости, мир, все хорошо. И в то время, если вы знаете, даже египетское царство, оно было такое, да, очень сильно, мощно и развито, что даже фараон, ну, увидел этот кликнулся, увидел, как Соломон правит и дочку свою даже отдал, да. Потом, конечно, проблемы начались у Соломона. Немножко потихонечку он от Господа отходил. Все эти, ну, вы помните, да, все эти похождения. Но в начале пути он просил мудрости у Господа. И действительно Господь позволил. И мы видим эту картину, когда это не просто было строение. Это не просто было, ну, что-то духовное, да. В нашем понимании храм это, вот сегодня мы находимся в храме Божьем. Аминь. Сейчас разные, разные, ну, моменты бывают. Ну, допустим, мы находимся в современном, ультрасовременном здании. Аминь. Где у нас есть экраны, где у нас работают камеры, где мы вещаем в прямом эфире. Мы привыкли. Есть разные, разные, разные понимания тех или иных вещей. Для кого-то храм это, это много золота. Все позолочено. Вот есть, допустим, может быть, кто-то следит в 2014 году в Сан-Пауло, в Бразилии построили храм Соломона. Протестантская церковь, царство Божье. Никто не видел никогда? Может, кто-то не видели? Наберите на Ютубе, если будет время у вас позволит, так как вы люди духовные, больше в молитве проводите, в чтении Слова Божьего. Но если у вас дойдут руки до Ютуб-аккаунтов, то откройте. Это действительно потрясающе. С другой стороны, как бы, ну, это все сложно. Огромная церковь. Церковь насчитывает более, там, 20 миллионов прихожан по всему миру. Царство Божье. Есть такой епископ Маседа. Ну, это крещенные Духом Святым люди, такие, как мы, протестанты. И вот появилось откровение. Там огромное здание. Полностью копия храма Соломона. Полноценное здание. Его открывал президент страны. Вы серьезно не видели, да? Ну, вот серьезно. Вы сегодня придете домой, вы откроете. Зал, ну, это храм, вот прообраз храма. Самое страшное, то, что происходит, это то, что они камни, камни, из которых строили этот храм, привозили из Иордании. Вот из, ну, знаете, Бразилия, где находится, да? Кто географию учил. И Израиль. Везли это все на паромах, доставляли. Это все построено. Там, ну, космический бюджет. Премьер-министр страны, президент открывает это здание, все это. Там, ну, действительно, присутствие Божия. Люди ревут, как прообраз. Как бы кусок Израиля привезли в Бразилию. Им хорошо. Аллилуйя. Мы рады за них. Ну, как бы, вот такие разные понимания к храмам. Там, действительно, все это уникально, огромное, красиво. На 10 тысяч посадочных мест этот зал. Полностью видом, как храм Соломона. Ну, в той же Бразилии есть у меня такой друг, его зовут Карл Йейтс, немец, вернее, бразилец немецкого походжения, у которого тоже есть там церковь в районе двух тысяч человек. Они вообще, у них нет зданий. У них служения все проходят в самых топовых кинотеатрах страны. Вот везде, во всех моллах. Господь двигается по-разному, иногда не так, как мы хотим. Да? У нас разное представление. Когда мы говорим о храме Соломона, это было не просто духовное строение. Это, действительно, был пик цивилизации. Как вы помните, что никакого шума не было на строительной площадке. Описано так, что все где-то за пределами строилось, возилось, подготавливалось. И это, действительно, было не только помазание Божие и все, но это также было физически видно. И физические люди понимали, что это что-то новое. Это то, что возвышалось на храмовой горе. Это было потрясающе. На тот момент, историки говорят, это было одно из самых величайших сооружений того времени. Понятно, были уже пирамиды различные. И мы смотрим, действительно, это потрясающе. И вы в курсе, сколько было храмов за историю израильского народа? Помните, да? Ну, на самом деле, три было. И каждый раз, когда храм разрушался, причина этому был грех израильского народа. Аминь. Помните, да, что был разрушен храм Соломона, потому что было переселение в Вавилон. Потом, когда они вернулись и долго они там к этому готовились, они начали отстраивать тот храм, который исчез полностью, да, заново. И даже говорят так, что те старейшины Израиля, которые старики, вот старички седые, сидели и смотрели на тот храм, который второй уже был построен, и говорят, что они плакали и ревели от того, какой печально, как он печально выглядит, какой он скудный и маленький, в сравнении с тем, который был храмом Соломона, который был первый построен. Потом уже царь Ирод уже это, помните, да, перестроил, это уже было что-то более современное. Это тот храм, во времена которого пришел Иисус Христос, да, уже в то время. И мы действительно смотрим, что подход к построению храма у Господа, у него были большие требования. Как и к Скини, кто читал, да, что у Скини это было что-то сложное. Когда мы читаем левитам, как они переносили это все, как эти левиты, это просто там полнейший трэш. Мы смотрим и думаем, Господи, как бы у израильского народа это воспитание было, это с молокоматери прививалось отношение к Дому Божьему, поэтому нам иногда, как это, язычникам тяжело это воспринимать, но действительно это было, у Господа там детали такие были прописаны, а потом к храму Соломона, все это ты читаешь. Для чего это все сделано, братья и сестры? Это для нас прообраз, как нам нужно соответствовать вот этим стандартам невесты, которые прописаны в Царстве Божьем. Аминь. Мы должны смотреть, как прообраз, как Господь относится к храму. Я хотел бы, чтобы мы посмотрели одну историю. У Иоанна во второй главе, вторая глава с 13 по 21 стих, ты знаешь эту историю, это такая потрясающая, потрясающая история, когда Иисус Христос показывает себя в новом каком-то неком другом образе. Я бы так сказал, вот здесь Иисус похож немножко на меня. Иногда на пастора Богдана, иногда на пастора Юрия. Знаете, когда раз детишки какой-то беспредел в церкви творят, и пастор становится немножко другим, не таким любящим, не таким улыбчивым, он становится жестче. У нас такая история, в прошлом году мы каждый год проводим детский лагерь на территории церкви. И в прошлом году у нас проходил лагерь, и наставники, которые как бы детей взяты, чтобы детей наставлять, у нас перед зданием такая большая-большая клумба, в которой посажен можжевельник. Знаете, да, растение можжевельник. Пастор его 12 лет как бы растил и выстригал так красиво, как таблетку такую красивую, ну, очень красиво, она взросшая вся такая. Ну, короче, наставники решили увеличительными стеклами повыжигать на солнце. Пытались, пытались, что-то не получилось, но, короче, бросили эту коробку прямо возле этой клумбы, ну и пошли. И мы как раз возвращаемся в церковь, и я смотрю, там уже все эти огнетушители стянулись в церкви, с каждого угла. Короче, огромный пожар, в итоге спалили половину этой клумбы, в итоге ущерб почти на 27 тысяч гривен. И в начале этого года, естественно, мы планируем, директор воскресной школы, то бишь моя жена, задает вопрос, пастор, мы будем лагерь в этом году проводить? И здесь пастор меняется, естественно, в лицее. И вот это есть иногда сердце пастора, да, иногда реагировать, а как? Это божьи деньги, аминь. Это люди жертвуют, отделяют, мы что-то планируем, и наши дети иногда творят беспредел. Мы должны их воспитывать, братья и сестры, аминь. Мы должны прививать им любовь к Дому Божьему, аминь. Ты здесь? Все хорошо? Ты не засыпай, я недолго, все нормально. Я буду чуть повеселее, хорошо? И тут Иисус Христос приходит в храм, написано в преддверии Пасхи. А в храме творится беспредел. По Божьим стандартам беспредел. Творится базар. Кто помнит, да, кто читал? Что там происходит? Вы представляете, вы сейчас сидите в зале, выходите сюда в холл, а тут рынок. Петрушкой торгуют, морковь выставляли, картошку, а сейчас абрикосы пошли, арбузы. Пастор Минчик стоит, такой прицеп закатил. Висит арбузов много там. Представляете, да? Кто-то коров притащил. Написано, коровы, обмен валют. Вот, пастор Ольга поставила буточку, обменом занимается, чик-чик-чик, там рубли, доллары, евро, там все это. И Христос заходит в храм. И вот мне здесь нравится, что Христос, вот везде во всех историях, вы помните, да, когда мы читаем о Христе, везде Христос очень красиво уходит. Везде красиво так отвечает. Та женщина-блудница, которую привели, и побить камнями, помните, они все кричат, эти все фарисеи, пена изо рта идет, а Христос спокойно сидит и рисует, да, что-то. И потом раз фразу сказал, все побросали, камни ушли. В тот момент, когда они хотели его царем сделать, написано, Иисус резко где-то чик и исчез. В момент, когда они хотели опять его где-то в храме взять, и он так четко ответил. Когда ему задают вопросы по поводу, как эти, кому отделять, отделять говорю, кесарю, кесарю, помните, да, этот момент, что там с налогами все, Христос так красиво все отвечает. Везде с любовью, везде, здесь Христос меняется в лице, это впервые, да, вы заметили, что именно вот эта ревность, написано, как написано, ревность снедает по Дому Божьему. Что делает Христос? Он берет плеть, повернись соседу, скажу, плеть взял. Мы так с молодежью вчера говорим, дрын взял, такой дрын мощный. И что он начал делать? Он не начал говорить, как у нас православные, Аллилуйя, идите отсюда во имя Иисуса. Нет, он взял и начал переворачивать столы. Он начал что-то делать, он начал выгонять, написано, он взял и выгнал этих быков, выгнал этих коров. Представляете это действие? Христос, который исцелял, который увещевает, плачет с Марфой, там, с этим, это, такие чудеса, везде вдохновляют, кормят всех, такая вот раздача хлебов была потрясающая. Здесь другой Христос. Как там есть один американский проповедник, Стивен Фуртик, он говорит, дикий Иисус, просто что-то другое. Я вижу в этом, когда Господь поднимает новый стандарт отношения к храму, он показывает, что он ревнитель, он ревнует. И когда мы говорим о том, что 1 Коринфянам 3,16, Христос говорит, апостол Павел говорит, разве не знаете, что вы храм Божий? Скажи, ты и я храм Божий. И говори дальше, и Дух Божий живет в нас. Аминь. 1 Коринфянам 6,19. Не знаете ли, что тела ваши, суть храм, живущий у вас Святого Духа? Аминь. Которого имеете вы от Бога, и вы не свои. Павелин сосед, скажи, ты не свой. Ты Божий. Христос показывает другой уровень его отношения к храму Божьему. И когда мы уже говорим современным языком, когда уже все, Христос уже заплатил цену, был на кресте, пришел, пришел уже, избавил нас, нам не нужен храм, потому что уже завеса разорвалась, уже все. Мы являемся храмом Божьим, ты и я. Ты веришь в это? Дух Святой живет внутри нас. Я бы здесь разделил две вещи, потому что есть духовные моменты, есть физические моменты. Иногда, вы знаете, сейчас такое время, много разных спикеров появилось, столько разных книг, мы все такие умные за последние шесть лет стали, как 3G появился, там все на ютубе подписаны на всяких, всяких разных проповедников, всяких таких умных, и от западных до наших, всяких-всяких-всяких, всяких телевизионщиков, всяких красноречивых спикеров, которые учат разным моментам. Мы такие спорные моменты, тебе в церкви говорят об одном, говорят тебе, что татуировки это как бы немножко зло, оно вредит нашему организму. Я уже не говорю о духовных вещах, что они несут, но они вредят нашему организму, и уже врачи доказали, как это приводит к различным раковым заболеваниям, клетки мешают, это все. Но в современном христианском мире как-то уже это все настолько размыто, и границы настолько размыты, что христианин, если он не утвержден Словом Божьим, он даже иногда разобраться не может. Мы вчера с молодежью говорили, все написано очень просто в Слове Божьем, черным по белому, пьяницы что? Царство Божьего что? Ну так Иисус Христос пил, а Павел Тимофей вообще говорит, да не пей ты воду, сынок, пей немножко вина, чтобы лучше было. Так где тогда правда, братья и сестры, есть разные стандарты у людей. Знаете, как в нашей стране законы подгоняют под себя иногда, да? Вот как новый президент у нас отменил там кучу сейчас всяких там ненужных моментов, о том, что вот такой закон был оказывается с 90-го какого-то года, что дети форму должны носить. Читали кто-то? Не, не смотрели? Там определенную форму, определенные ткани на определенном производстве. И естественно кто-то уже фабрику целую построил под это в свое время, вот специальный тон должен быть, ткани всего этого. И к сожалению в современном мире, в современной церкви мы иногда смотрим, и когда мы читаем священное писание, мы не можем сравнить. Да, Господь любит, да, Он любит абсолютно каждого, аминь. Он любит и Гитлера, и Сталина, и Януковича, и тебя тоже. Он любит всех, Бог есть любовь, аминь. Но есть священное писание, мы должны видеть эту границу, потому что тогда мы уже иногда не отличаемся от многих деятелей в этом мире. Такой как Цукинберг, который Facebook создал, он такие пожертвования делает. Там нам и не снилось иногда, мы не можем себе такого позволить. Но Он не рожден свыше, а мы рождены свыше, аминь. И у нас между нами и миром должна быть грань, четкая граница, потому что если начинают размываться границы, мы даем какие-то слабинки. Как один брат говорит, я чуть-чуть для бывшего брата, как там Тим Джей любит говорить, это еще пока не спасенные сестры. Там вот эти фестивали все устраивают, диджеи всякие, ну, может, старше поколение сильно знает, и диджеи играют, а они там подсматривают, как они миксуют. И такие сестры, боже, прости, сестры, просто девчонки, нерожденные свыше, в купальниках там танцуют, и кадр идет, и брат говорит, ой, пока еще не спасенные сестры тут, ну, давайте пролистнем. Один человек говорит, я пью кофе, и чуть-чуть, чтобы прогреться, добавляю коньячка. Знаете, что происходит? Происходит такой момент, когда кофе становится все меньше, а коньячка все больше и больше. И мы однажды, у нас как-то пастор Максим Максимов был в гостях, и у вас тоже, не раз, да? И как-то мы решили поехать после какой-то конференции или служения, поехали в сауну, ну, и собрались братья все. А Максим, Максим, ну, вы все знаете Максим, Максим, даже там палец в рот не клади там. И он такой говорит, братья, я же никогда не пил, пьяным никогда не был, ну, знаете эту тему, он как любит развивать все это. А ну, расскажите мне, как это, как это все происходит, короче. Вот, какие чувства, какие переживания, все это, ну, вот это он. Ну, братья сидят, и там у нас есть один брат, у нас сейчас администратор церкви, это Божье благословение. Петроний пастор ему дал, он Петр Роек, а мы Петроний его называем. А ну, это человек, Господь просто из его из такой ямы поднял, сейчас это служитель Божий, у нас в церкви он ведет, у нас строительство здания церкви, много всего. А он бывший, ну, реально вот бывший зависимый. Он перепробовал, как мы говорим, когда мы хотим что-то спросить у него, мы говорим, у Петрония проконсультируйся там, он знает от чего какой побочный эффект. И Петроний говорит, ну, сейчас, пастор Максим, сейчас я вам объясню. И он говорит, знаете, вот не зря в Писании написано, не упивайтесь вином, от которого что? Бывает распутство. И он говорит, и я, говорит, когда рождение свыше получил, я вот проанализировал, это действительно так. Когда ты начинаешь пить, говорит, тебя тянет сразу на какую-то, простите, дурь. Тянет что-то делать не так. Поэтому в Писании очень просто написано, не упивайтесь. Аминь. Ну, иногда пастора, как бы, ну, так, да все нормально, там все это для здоровья, все это. Братья и сестры, Христос разогнал. Всякую тварь разогнал просто из храма. Дух Святой ждет от нас чистоты и праведности. Аминь. И если мы почитаем Слово Божье, мы вчера с молодежью только говорили о том, что в Деяниях Апостолов, когда возьмем Деяния Апостолов, кто читал Деяния Апостолов? Читайте, да? Я аж раз на 20-й, наверное, когда прочитывал Деяния Апостолов, по кругу, по кругу увидел это, что когда Христос уходил с земли, он говорит, посылаю вас, идите, проповедуйте Евангелие, да, по всему миру, до края земли, везде, везде. А дальше нигде никто не прокачивает о том, что нужно идти проповедовать. Почему? Потому что Дух Святой ежедневно прилагал спасаемый к церкви. Но когда мы читаем, все пропитано одним. Иди, достигай, будьте святы, потому что я свят. Будьте святы, благочестивы, благочестие, струдитесь, служите. Везде поднимаются стандарты, как нам нужно соответствовать тому Евангелию, в котором мы живем. Аминь. Поэтому это стандарты Божьи, это священное писание. И если ты начинаешь медленно, потихоньку подстраивать под себя Библию, Слово Божье, то ты на печальном пути. Берегись, как в Коринфянам написано. Если ты думаешь, что ты стоишь, да, берегись, чтобы не упасть. И действительно так. И помнишь о том, что дьявол, он постоянно рядом. И только ты начинаешь жить. Написано так. Люди, которые пожелают, скажи соседу, пожелают жить благочестиво. Слышишь, да? Это не просто взял и начал жить благочестиво. Пожелал. Только мысли появились, уже написано, будешь гонимым. Уже дьявол настроен, чтобы тебя раздавить. Ставить тебе палки в колеса. Уже что-то сделать не так. Потому что ты пожелал, дьявол постоянно ходит по оврагам и кустам. Тут и там, аминь. Постоянно хочет тебя выбить. Постоянно выкинуть тебя с этой дистанции. И мы должны приходить тому, потому что Христос нам показывает этот уровень чистоты храма. Это духовные вещи. Но когда мы говорим о физических вещах, тут тоже много всяких моментов. Аминь. Ну да, ты такой святой. Аллилуйя. Ты не набил себе татуировку. Слава Господу за тебя. Ты не пьешь вино, не употребляешь наркотики, не куришь, живешь хорошей жизнью. Но, братья и сестры, а как же наше питание? Сейчас столько всяких вещей. Есть люди, которые без Кока-Колы не могут жить. Я знаю одного брата. Он каждый день должен двухлитровую бутылку Кока-Колы выпить. Это разрушает его храм. Аминь. А как насчет выпечки в АТБ? Кто любит выпечку в АТБ? Есть такое в черном АТБ? О, молодежь. Ну, в основном молодежь. Ну, потом, после 30 я укнется. Потом увидите. Я себя ловлю на мысли. Я люблю очень сильно выпечку. Она вредит мне на самом деле. Я плохо себя чувствую. Вроде как бы еще молодой, но спина иногда вопит. Спина щимит, да. Дрожь по телу. Мы едим, как попало иногда. А спим. О, я кого из своего окружения не спрошу. Ты во сколько ложишься? Ну, в 10. Вроде нормально. А во сколько засыпаешь? В 12. А что такое? Да, пока все новости пересмотрю. Пока YouTube, пока то все комментарии. А потом, что я просыпаюсь? С очень интересным лицом утром. Аминь. Лицо непонятное. Криво потом на жену смотришь. Жена смотрит криво на мужа. И что происходит? Ты еле-еле добегаешь до раковины, зубы почистить. И бегом на работу с плохим настроением. Почему? Потому что ты мало спал. А почему ты мало спал? Ну, ты виноват. Надо нормальный график. А потом происходит так, что ты живешь в таком графике, и у тебя садится сердце. А когда у тебя плохое сердце, у тебя плохое здоровье. А когда у тебя плохое здоровье, ты уже никому не нужен. А как ты можешь Господу служить, чтобы через тебя Господь что-то делал, если ты больной? Мы иногда не задумываемся, но так мы ведем беспорядочный образ жизни. И в питании. Аминь. И это действительно правда. А кофе сколько мы хлещим? Брат у меня, ну, брат бы сейчас со мной не согласился. Там Марк уже взяли, там врачи, 2000 человек проверили где-то в Германии. Пили кофе. Кофе вообще не влияет никак. Ну, дай Бог. Слава Богу за них. Воду как часто мы пьем. Кровь как мы разжижаем. Да никак. Просто Сниггерс с утра съедаем и понеслась. А потом Кока-Колой холодной запиваем. Потом в желудке все бродит. И потом мы уже просто печальны. А потом, когда тебе, сестричка, уже за 90 кг, тебе уже тяжело служить. А как ты можешь служить, если тебе тяжело шнурки завязывать? Одна сестричка, Господи, прости. Ей 20 минут по улице идти к домашней группе, она говорит, вызовите мне такси. Ну что, церкви сложно проплатить 4 раза в месяц такси? Ну извини, но это уже ни в какие рамки не входит. То есть люди, которые живут, которые работают, да? Вот этими руками зарабатывают финансы. Потом отделяют пожертвования. Десятую часть, царство Божье. Которые трудятся. Которые своих детей воспитывают. Должны жертвовать финансы, чтобы тебя, королева, возить на домашнюю группу. Потому что тебе просто после 6 надо перестать кушать. Аминь. Что-то надо делать с этим, братья и сестры. Вроде бы не наркота, но это зависимость. Аминь. А мясо? Вот последнее. У нас 2 недели назад там молодежный пастор из церкви Хилсон приезжал. Саша Буд. И мы вот как начали 100 недели мясо жарить. И я вот смотрю. И надеюсь, что сегодня мяса не будет, да? Никакого. Потому что там через день. То одни приехали, другие. Ну, на следующей неделе придется по-любому что-то жарить. Но как бы пусть Господь нас простит. Мы в посте побудем. От мяса, знаете, бывают проблемы. И это уже доказано. Можете почитать об этом. Когда много употребляешь жареного мяса, происходит гниение внутри. Если вы когда-нибудь, ну, проведите эксперимент. Возьмите лимон или возьмите огурец. И положите его вот так вот просто на подоконнике у себя в квартире. Он не начнет гнить. Целый, если не ударенный. Он начнет усыхать постепенно. Лимон, яблоки. Мы же сушку делаем. А если кинуть кусок филе, он начнет гнить. И вот мы, люди не могут без тормозов каждую субботу, каждую пятницу жарят, жарят, жарят. Потом люди кашляют начинают, потому что проблемы происходят. Мясо классно. Без белка жить нельзя. Сто процентов. Христос тоже мясо ел. Но иногда мы без тормозов это делаем. Мы не можем без шашлыка неделю прожить. Или есть такие? Нормально? А кто любит мясо? Есть такие, мужики? Аллилуйя, я с вами. Мясо это хорошо. Это так. Ну, не знаю. Мясо с Кока-Колой. Аминь. Такой стейк хороший такой, да? Когда разрезаешь, он так мягко разваливается. О, аллилуйя. Но, братья и сестры, если что-то, если наш организм за шлаком обрастает, пора чистить себя. Аминь. Вы в курсе, что... Кто, боже, генералов читал? Был такой Александр Дауи. Читали? Во времена Александра Дауи, чтобы аппендицит... Когда аппендицит лопается или что-то происходит, это было на уровне рака. В курсе, да? Что никто операции не делал. Сейчас для нас аппендицит – это как бы простая вещь. Технологии меняются. Понимаете, да? В курсе, что сейчас и рак потихоньку-потихоньку доходит до того, что делают это все, да? Люди живут, все нормально. А раньше-то было... Сейчас много всяких вещей. Вы в курсе, что раньше, там, скажем, в 90-х даже, когда мои родители церковь начинали, аллергия – это конкретный демон. Они в 90-х изгоняли аллергию во имя Иисуса Христа. Знаете, что такое аллергия? Аллергия – это зашлакованный организм. Аллергия, знаете, чем может вылечиться? Двадцатидневным постом. Я знаю свидетельства, у меня жена, так получилось исцеление, аминь, у жены была аллергия на укус пчел. Кусала, когда пчела, разбухает дыхательная система, вот здесь полностью затекает, и нужно либо алкоголь, либо спирт какой-то, чтобы хоть как-то предотвратить. Мы взяли посты, я по своей теме. Кстати, я благодаря постам победил герпес. Я забыл, что такое герпес на губах. Раньше это стабильная тема была, а мы на сцене поем. Я еще и саксофонист, в рот надо вставлять мундштук. Раньше это стабильная проблема была. Мы взяли пост, я почистил свой организм. Аллилуйя, чудо! Демон вышел. Во имя Иисуса Христа. Нет, мы просто иногда должны подчищать храм. Подчищать храм. Потому что у Господа было правило, поэтому Иисус Христос зашел и решил навести порядок. Мы иногда дома убираем у себя, аминь. Мы в церкви убираем, да, потому что мы приглашаем гостей. Потому что мы хотим создать определенную атмосферу, в которой человек должен. Для чего мы делаем здесь свет, вешаем, для чего эти красивые цветы ставим? Для атмосферы. Господу у него такие цветы на небесах, ему не нужны цветы. Но им нужны сердца, которые приходят в определенную атмосферу. И Господу это нравится. Повернись сосед, скажи, Господу нравится, когда в храме чисто? Говоря о духовных вещах, как мы уже упоминали ранее, что израильский народ периодически, бывало на больших дистанциях, грешил. Повернись соседу, скажи, грех всему вина. Грех. 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 Цари грешили. Грешили постоянно. И из-за этого такие проблемы. Из-за этого храм рушили, такую красоту разрушили. Из-за этого отступал Дух Божий от царей. Грех приходит. Мы должны проверять свое сердце. Так, братья и сестры, так как же нам содержать свой храм, внутренний храм, в котором живет Дух Святой, у которого есть определенный план для твоей и моей жизни, определенная прописанная стратегия, определенное заложено призвание, под это призвание заложены дары и таланты, аминь, чтобы что-то делать на этой земле для Царства Божьего, чтобы быть той невестой соответствующей. Как же тебе и мне содержать свой храм в чистоте? Кто-то знает ответ? Ну, молодежь точно знает. Мы вчера затрагивали эту тему. Когда мы приходим ко Кресту, когда мы вспоминаем о жертве Иисуса Христа, когда мы переживаем Его любовь, аминь, когда мы снова и снова, кто... У нас есть несколько братьев, которые перед Пасхой садятся и заново пересматривают замечательный фильм от Мэлла Гибсона «Страсти Христовы», где хоть чуть-чуть приближенное что-то, помочь нашей фантазии понять, какая жертва была заплачена за нас. Когда мы приходим к Иисусу, когда мы смотрим на Крест, то, что Он сделал, почему мы говорим о хлебопреломлении каждый месяц? Он говорит «Напоминайте себе», да? Говорит «Я прошу вас напоминать и помнить, потому что страшная цена была заплачена». Когда принц небес, который жил в комфорте, пришел на эту землю, в это проклятое место, пропитанное грехом, грязью, когда Он пришел, чтобы помочь, когда Он пришел, чтобы взять больных и сделать их свободными, когда мы напоминаем себе, то в наше сердце приходит откровение и понимание о том, как нам нужно соответствовать этой невесте. Аминь. Соответствует церкви, церкви, которая беспятная порока, которая идет, как полки со знаменами, которая поднимает это знамя, которая идет по этой земле, которая топчет царство тьмы, которая разрушает царство дьявола на этой земле, которая проповедует царство благословения, царство света, которая несет Иисуса Христа впереди себя, как голову церкви. Аминь. Когда мы напоминаем о себе. Кто, может быть, смотрел, есть такой фильм, немножко странненький, христианский фильм, как же он называется, Хижина, лачуга у меня какая-то, Хижину, кто, может, смотрел, там немножко есть такие приколы, как бы, что, ну, женщина-актер играет Бога, Отца, Духа Святого, ну, как бы, свои моменты. Такие немножко интересные моменты, да. Я никак не воспринимаю Духа Святого женщиной, простите, сестры, ну, никак, ну, как бы, если бы все-таки, когда там женщины играли какую-то роль, я думаю, он бы не прописал, что муж глава, да, муж глава семьи, а Христос глава церкви. Поэтому, ну, то отставим в сторону, это Голливуд, ну, естественно, ну, какие-то надо же изюминки делать, что-то такое, ну, может быть, больше привлечь это внимание, как у BMW i3, знаете, которая, это электромобиль, она такая уродливая, но, чтобы все посмотрели, скажут, какая уродливая, ну, такая мощная, такая красивая, ну, как бы, маркетинговый ход какой-то. Ну, ладно, там вот есть момент замечательный, когда этот актер, ну, вот герой, у которого дочь украл какой-то маньяк и убил ее, и у него не прощение, он не может понять это все, и отец показывает ему ребенка, которого бьют, которого отец ругает, наказывает, там такое насилие происходит все это. И у него аж негодование. Кто этот ребенок? Почему отец так над ним издевается? Почему, почему? И отец говорит, это тот маньяк, который убил твою дочь. И у него все внутри обрывается. И потом отец ставит старшего сына и дочь перед ним и говорит, выбирай, кто-то из них останется жить. Или дочь, или сын, другого варианта нет. И как любой отец, это вы понимаете, кто, у кого есть дети, это очень тяжело. Очень тяжело, да? И ты, сердце начинает сжиматься, начинаются ломки, потому что ты любишь абсолютно одинаково. Это Господом заложено. Ты не можешь кого-то дать. И он мучается, мучается, и в определенный момент он решается, он говорит, возьми меня, возьми меня, пусть они оба останутся жить. И отец говорит, вот наконец-то ты понимаешь, что для меня и Сталин не зло, потому что он рожден по моему образу и подобию. И что для меня и Гитлер, и все остальные. Отец не может. Поэтому что он делает? Он отдает своего единородного сына. Он отдает самое дорогое, что у него есть. Абсолютно самое дорогое. И когда мы приходим к жертве Иисуса Христа, когда мы приходим ко Кресту, вот здесь, вот здесь мы начинаем по чуть-чуть, благодаря Духу Святому понимать, понимать, что сделал Иисус Христос, мы напоминаем себе. И потом мы начинаем чистить себя. Аминь. Чистить себя через призем. Помни о том, что Христос ежедневно, каждый час, каждую минуту ходатайствует за нас. Постоянно. И когда мы снова и снова отрекаемся от Него, когда мы снова и снова делаем какие-то непотребные вещи, Он снова распинает себя. Он снова становится. Опять гвозди заходят в Его руки. И когда ты себе постоянно об этом напоминаешь, ты будешь постоянно в тонусе жить с Иисусом Христом. Ты здесь? Ты здесь? Кто-то для себя что-то принимает? Кто-то для себя принимает? Мы храм живого Бога. Мы царствуем. Петр говорит, мы царственное священство. Мы народ, взятый в удел. Аминь. Мы должны жить благочестивой жизнью. Мы должны жить во свете. Мы то письмо, которое читает, читает этот мир. Аминь. Поэтому пускай Дух Святой коснется Твоего сердца. Пускай что-то новое будет происходить. Может быть какой-то новый уровень. Может быть что-то новое в молитве. Мы вчера говорили с молодежью о десятой части, о десятине. Что это не только касается финансов. Написано всякое десятина. Это и наше время тоже. Что в сутках 24 часа. И Господу очень обидно, когда ты смотришь на свой экран, на время, на своем мобильном телефоне. И у тебя Инстаграм или Фейсбук занимает несколько часов. Но когда мы говорим о Священном Писании, о изучении, о том, чтобы читать и изучать Слово Божие. Оказывается, что мы читаем этих печальных три главы ровно тогда, когда мы хотим уже спать. И чтобы нам легче заснуть, мы просто читаем Слово Божие. И это печаль. Аминь. Это печально. И я верю, что Господь, Он ревнитель. Он ревнует, потому что Он претендует на наше сердце. Он претендует на наше тело. Он хочет, чтобы... Он хочет полностью завладеть нами. Потому что Он нас купил драгоценную кровью. Драгоценной ценой Он заплатил за нас. Аминь. Склони свою голову на полторы минуты. Я поклоняюсь Тебе, прославляю Тебя, величаю Тебя, мой Святой Господь. Я молю Тебя, Дух Божий, подними Церковь Твою на новый уровень. Подними Церковь Твою в чистоте Твоей. Подними Церковь Твою в святости Твоей. Чтобы Твоя страсть была по Слову Твоему. Чтобы Твоя страсть была по проповеди Евангелия. Чтобы Твоя страсть была Твой огонь. Я молю Тебя за молодое поколение, толкни их, чтобы Твой запал был, чтобы Твоя жизнь, вдохни свою жизнь, Дух Святой, вдохни свою жизнь, Дух Святой. Дай нам силы, Господь, жить Святой, благочестивой жизнью, жить Твоими стандартами, жить Твоим видением, жить Твоим видением, когда Ты нас ведешь, когда мы живем в Твоей воле, когда мы живем в Твоем плане, когда мы живем Твоим, когда мы Твои, Господь, не свои, но Твои. Аллилуйя, Аллилуйя.